Добрый день! 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 безопасности при реализации и использовании пиротехнических изделий. Данное постановление правительства устанавливает требования только для первых трех классов пиротехнических изделий, которые могут использоваться населением, гражданами, то есть без ограничений, ну, соответственно, ограничением по возрасту только. То есть там установлен полностью весь перечень, то есть что можно делать, что нельзя делать, то есть как необходимо себя вести при покупке тех же самых пиротехнических изделий, что обязан сделать продавец, грубо говоря, для потребителя. Опять же, как они должны себя вести при использовании данных пиротехнических изделий, где использовать, где хранить. Как храниться должен, да. Вот я предлагаю сейчас посмотреть репортаж годичной давности, когда в преддверии новогодних праздников как раз была проведена проверка, проведен контроль точек, которые торгуют пиротехническими изделиями. Посмотрим и потом немножко его прокомментируем. Половина пятого рабочий день близится к завершению. Инспекторы надзорной деятельности спешат на городской рынок. У центрального входа внимание контролера привлекает прилавок с праздничными хлопушками, елочными шарами и бенгальскими огнями. На каждый такой новогодний товар, признался продавец, у него имеется свой сертификат качества. А вот что касается продукции с огоньком, говорит Виктор Щиголев, руководством городского рынка на ее продажу установлен строжайший запрет. Я предприниматель 1996 года, раньше занимался пиротехническими изделиями. Ну так как закон у нас, что только в капитальном исполнении должен сдать со всеми вытекающими обстоятельствами, поэтому мы соблюдаем законы и пиротехническими изделиями не продаем на рынке. Виктор Щиголев с уверенностью отвечает за каждого из своих коллег по рынку, хотя попытки торговать пиротехникой из-под прилавка все же были. На днях из окружной столицы сюда приезжали конкуренты по бизнесу. С чужаками у лабытнанских предпринимателей разговор был короткий. Уже через пять минут непрошенные гости поспешили собрать товар и отправиться домой. Пожарный инспектор попросил впредь не заниматься самоуправством. О фактах нарушения тут же сообщить в отдел надзорной деятельности. С рынка уличного направляемся на рынок рыбий, а точнее новый. Праздничная атмосфера здесь ощущается уже при входе. Ёлки, гирлянды, игрушки, хлопушки. Новогодних атрибутов, за исключением пиротехники, на витринах в достатке. Сегодня разрешение на реализацию салютов, петард и фейерверков имеет только один магазин – геолог. У нас все требования соблюдаются, все под замочками, остальное все в отдельном складе хранится. Склад тоже предназначен, оборудован железный, дверь там бронирована, все как положено. Товары все сертифицированы, сертификаты все в наличии, то есть можно любой подойти, какой вам нужен. Сертификат предоставляется, товар весь хороший, качественный. Убедительная просьба граждан муниципального образования города Лубытнанги при выявлении несанкционированной продажи переректических изделий, просьба обращаться в отдел назорной деятельности, номер телефон 2-15-96, обратиться будем выезжать, проводить соответствующие процедуры административные. Для того, чтобы новогодние залпы стали лишь украшением праздника, а не причиной несчастных случаев, нужно соблюдать несколько несложных правил. Одно из главных – покупать пиротехнику только в лицензированных магазинах. За его соблюдением строго следят сотрудники отдела надзорной деятельности. Их рейды продлятся вплоть до 31 декабря. В случае выявления нарушителей незаконная продукция будет изъята, а сами продавцы подвергнутся внушительным штрафам. Ну раз, видимо, навели порядок в этой сфере среди продавцов, да, раз не происходит происшествий, связанных с некачественной пиротехникой. В этом году планируются рейды подобные по торговым точкам? Соответственно, да. В настоящий период проводятся проверки мест официальной реализации пиротехнических изделий. Да, у нас официально один человек только этим занимается в городе. То есть у него специализированный отдел, то есть у него все соответствует требованиям пожарной безопасности, имеются сертификаты на продукцию, соответственно, как бы, ну и все это поставляется, как бы, из, ну, от завода-изготовителя. То есть это не какие-то там пиротехнические изделия самостоятельного производства, то есть или как бы некачественная продукция. Соответственно, будут проведены рейды по выявлению мест несанкционированной реализации, что запрещено требованиями законодательства, за что предусмотрена административная ответственность, штрафы за которые тоже имеют место быть и не в малых суммах. Поэтому хотелось бы отметить то, что это не то, чтобы тот год был тем, когда проводились один раз рейды там или несколько. Это проводится каждый год, ежегодно, и будет проводиться до тех пор, пока существуют пиротехнические изделия, пока существует как бы орган государственного пожарного надзора. И законодательство. И законодательство. Регламентирующее. Тамара Александровна, ну давайте перейдем к следующей стороне проблемы, да. Вы как заместитель управления ЖКХ, хотелось бы, чтобы разъяснили, существуют же правила по запуску пиротехнических изделий и места, в которых их можно запускать. Давайте я, наверное, отвечу на этот вопрос, не будем ставить затруднительное положение. Хорошо. Давайте. Александр, ну, есть, конечно, правила. Ну, можно, давайте так, разделим как бы на три этапа, да. То есть это приобретение фейерверков, хранение и непосредственно, естественно, использование. То есть при приобретении фейерверков нужно, конечно, обратить внимание, как уже вы видели из видеоролика, что должно быть сертификат. Они обязательно сертификации подлежат у нас. Естественно, в каких точках они покупаются, не из-под прилавка, как говорят, да, а в лицензированных магазинах, специализированных, вернее, магазинах. Не стоит с рук покупать. С рук не стоит покупать, потому что не соблюдаются элементарные правила хранения. Даже если они где-то и куплены законно, да, так скажем, но ведя торговлю на улице, фейерверк отсыревает, и что уже приводит к тому, что этот фейерверк может не сработать, либо сработать неправильно, ну, и, естественно, может привести к каким-то последствиям, да. Второе – это хранение, конечно. Хранение фейерверков дома должно быть тоже где-то в каких-то местах, в сухих, прохладных, не нужно хранить фейерверки там рядом с источниками тепла, на батарее где-то, там подсушивать их, вблизи открытых источников огня, да. Ну, и, естественно, правила использования, которые всегда пишутся на упаковке, если этот товар имеет сертификат, да, соответствие, значит, обязательно на упаковке будет написано, как его использовать, какое безопасное расстояние использования фейерверков. Вот, поэтому не пренебрегать совету теми инструкциями, которые написаны все-таки на упаковке, и читать. Производитель не зря их пишет. Да, производитель не зря их пишет, и это, как говорится, уже эти правила, можно так сказать, написаны кровью, да, то есть есть травматизм определенный при использовании этих пиротехнических устройств. Вот, поэтому советую всем этими правилами руководствоваться. Также хочу сказать, что на сайте администрации в разделе ГОЧС есть памятки по использованию, есть информация по использованию пиротехнических изделий, как их нужно использовать, какое безопасное расстояние при использовании. Также, если не сработало это устройство, да, пиротехническое, что нельзя подходить, допустим, наклоняться перед ним в течение 10 минут, вообще к нему нельзя подходить, если оно не сработало. Вот, ну, все правила, они изложены, в принципе, все доступные, могут почитать либо на упаковке, либо на сайте, кому интересно, могут зайти и посмотреть эти правила. Что касается мест запуска, не везде же в городе Глобоканге разрешено запускать? Конечно, места запуска должны определяться заранее, ну, то есть это простые, это человеческие, как говорится, факторы, то есть нельзя, естественно, запускать фейерверки вблизи там ветких строений, естественно, дома нельзя их запускать, с балкона там, на чердачных помещениях, на пожароопасных и взрывоопасных объектах, вблизи газопроводов, нефтепроводов и так далее. То есть есть перечень объектов, где их использование категорически запрещено. Также хочу обратить внимание на то, чтобы родители следили за детьми, а даже лучше, чтобы они не давали использовать, не допускали использование детьми этих фейерверков, потому что дети, они иногда шалят, бывает, и в руках их держат, и там подбегают, бегают рядом с ними. Поэтому просьба ограничить при использовании фейерверков, ограничить доступ к ним вообще детей. Естественно, запрещается использовать в алкогольном опьянении. Ну, у нас, конечно, это праздники, все сопровождается, где-то выпил там, расслабился, поэтому должны быть внимательны. Хочется больше радости, да. Должны быть внимательны, конечно, люди и обращать на это внимание. Где они совершают это? Естественно, нельзя запускать фейерверк, если это на улице ветер, допустим, больше 5 метров в секунду, если это постоянный или порывистый ветер. Естественно, у нас жилфонд, ну не 80%, будем так говорить, 60%, да, процентов весь деревянный, да, жилфонд. Поэтому куда-то залетело эскрад, фейерверк, и все, начался пожар. А все-таки, Тамара Александровна, насколько я знаю, законодательство регламентирует места запуска. Управляющие компании должны перечень подобных мест? Еще жесткой ответственности на управляющие компании нет, но правильно сказала коллега, что, вернее всего, сейчас используется инструкцией, которая вложена в эти пиротехнические средства. Поэтому в основном ограничения расстояния от жилых домов и от объектов именно указаны в инструкциях. Жесткого такого законодательного акта еще нет. Только планируется, я думаю, что в ближайшем будущем, да. Ну, совет все-таки, конечно, если кто живет в деревянном исполнении домах, подальше от домов использовать фейерверки, чтобы не залетело, не дай бог, в чердачное перекрытие, или куда-то под соколь, выходить на более безопасное расстояние, хорошо устанавливать фейерверк, чтобы, не дай бог, не было его упрокидывания и так далее. То есть, хорошо закрепить, либо это ровные площадки должны быть, либо плотный снег, куда можно установить и тем самым не дать опрокинуться этому фейерверку. Тогда можно осуществлять запуск. Опять же, следуя тем правилам, которые указаны на упаковке. Места должны быть открытыми, открытыми. То есть, не загромождены где-то, а должны быть открыты, чтобы всегда предусмотреть какие-то аварийные, безопасные ситуации. Вот зачастую мы сейчас как бы говорим о тех простейших требованиях. Зачастую люди этого не понимают. За тот год были составлены административные протоколы на людей, которые используют биротехнические изделия в соответствии с правилами их применения. То есть, грубо говоря, выходят, но я же на улице, я же вот тут отошел, поставил в снег, у меня тут все замечательно. Но как бы поступают заявления, поступают письменные жалобы, поступают звонки. То есть, о том, что люди используют пиротехнические изделия вблизи дома, ветреную погоду. Соответственно, дежурный инспектор выезжает на это заявление. То есть, выезжает он, можно сказать, сразу практически, он выйдет. Естественно, при выявлении факта нарушения будет принимать меры административного воздействия. Соответственно, это как бы будет испорченный Новый год. Вот у нас праздник, тут Новый год, день рождения, свадьба. Вы нас тут вот пытаетесь оштрафовать, зачем мы так больше не будем. Как бы зачем создавать прецедент для того, чтобы инспектор выехал. То есть, достаточно соблюдать простейшие требования, которые написаны в инструкции. То же самое, при реализации пиротехнических изделий, продавец, который официально как бы реализует данную продукцию, он обязан выдать памятку о мерах пожарной безопасности, также памятку о мерах об использовании, то есть, каждому продукту, то есть, в которой все это указано, написано. В том числе, как бы, опять же, мы говорим о том, что на самой упаковке указано, как ее необходимо использовать. То есть, это вот, все дается для того, чтобы было безопасно. Но некоторые почему-то думают, взрослый человек, я знаю, я понимаю, вот я поставлю, ничего не произойдет. Не бывает такого. И палка раз в год стреляет, все это знают, как бы. Поэтому, думаю, что в этом году таких ситуаций не будет. Наша беседа будет плодотворной для них. Как бы, некоторые будут понимать, что они делают заранее. Потому что в противном случае, как бы, хотелось бы отметить тот факт, что если в случае использования пиротехнических изделий произойдет пожар и пострадает чье-то имущество, а еще хуже, если будет травматизм, либо гибель, то по данному факту проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса, и по соответствующим основаниям может быть в отношении виновного лица возбуждено уголовное дело. Впоследствии это может означать уголовное преследование. То есть, как бы, все думают, что это шутки, как бы, и об этом никто не задумывается, но факт остается фактом. И те, кто сообщает о несанкционированном запуске пиротехники, это они, в принципе, беспокоятся о своей безопасности, о своем имуществе. Соответственно, и не только, как бы, о своей, как бы, есть граждане, которые беспокоятся не только за себя, но и за близлежащих. То есть, как бы, у нас, как правильно отметили, на 60% фонд деревянный, как бы, во-вторых, он уже достаточно, как бы, взрослый, я бы так сказал, и многие дома ветхие. Для того, чтобы разжечь дом, как бы, таких годов постройки многого-то не надо. А если, как бы, вы понимаете, что такой у нас район Крайнего Севера, мороз, и плюс еще, если ветер, когда поднимается, это затрудняет, во-первых, тушение пожара, эвакуацию людей, всего остального. То есть, в данном случае, как говорится, пожар лучше предупредить, чем потушить. Поэтому, вот, такие вот мероприятия. Соблюдайте правила. А я предлагаю, уважаемые гости, перейти к следующему, так сказать, источнику повышенной опасности, и это, наверное, уже не аллегория. В связи с ситуацией с отравлением алкоголем в Красноярском крае, предлагаю посмотреть также прошлогодний сюжет, проверку алкогольных магазинов города Лабытнанги. Это тоже такой немаловажный факт в преддверии праздников. Здравствуйте, партия «Единая Россия», проект «Народный контроль». Пришли в ваш магазин проверить качество вашей продукции. В поле зрения народных контролеров попали несколько магазинов города, которые торгуют алкогольной продукцией. Сегодня проверить на контрафакт члены рабочих группы партийного проекта решили крепкие спиртные напитки. У вас покупатели часто интересуются, что там спиртные напитки? Да, у вас что-то такое есть? Есть, конечно, все такие есть. Подтвердить качество алкогольной продукции может и государственная автоматизированная система, причем сделать это довольно просто и доступно каждому покупателю. Достаточно набрать номер 98773 с кодом окружной столицы и, не отходя от кассы, продиктовать оператору связи необходимые данные, которые размещаются на бутылке или коробке. Добрый день, как упакует город Лабутнанге? Проверьте, пожалуйста, до полутора литров. Так вот, если эти данные не совпадают с базовыми, то значит вам продали недоброкачественный товар, причем проверку может осуществить как покупатель, так и продавец при закупке спиртного. Данные горячей линии могут пользоваться как обычные наши жители города, особенно это актуально в предновогодние праздники, так и сами предприниматели на ранних стадиях приобретения алкогольной продукции. Позвонив на номер горячей линии, они могут обезопасить дальнейшую свою работу. В результате проверки ни одного факта реализации нелегальной алкогольной продукции народными контролерами выявлено не было. Тамара Александровна, планируется ли в этом году проводить вот такие же подобные проверки алкогольных магазинов? Ну, я с недавнего времени как бы руководила рабочей группой. У меня небольшой опыт в данном виде деятельности. Мы уже проводили народный контроль за качеством продуктов питания. По реализации алкогольной продукции рейд будет впервые. Он планируется на следующую неделю, как бы в преддверии праздников провести. Поэтому вот сейчас будем проверять мы, как бы, качество алкогольной продукции. Хочется обратить внимание, когда народный контролер приходит и на какие вообще составляющие, необходимо покупателю как бы обратить внимание при покупке как алкогольной продукции, так и обычного товара. Это в первую очередь наличие в целостности упаковки как бы любого продукции, любой продукции. Второе, это как акцизная марка, так и этикетка. Она должна быть не повреждена и пронумерована обычно. И третье, это цена. Если на алкогольную продукцию, то сейчас у нас минимальные цены утверждены на уровне законодательства Российской Федерации. По алкогольной продукции, не превышающей 28% содержания спирта, эта цена составляет от 195 до 250. Коньячные изделия это от 300 рублей и выше. Вот хочется, чтобы наши граждане как бы смотрели на, при покупке обращали внимание на такие составляющие. Может быть, хотелось бы, чтобы вы обратились к продавцам, ведь ни для кого не секрет, что буквально покупатели все сметают в полок в преддверии Нового года, и чтобы не попытались сбыть какую-то некондиционную продукцию. По продуктовым магазинам будут у вас рейды? Совершенно верно, предусмотрены рейды. Рейды может осуществлять не только народный контроль, может сам потребитель при приобретении любого товара. Если у него возникают какие-то подозрения в качестве определенного товара, зафиксировать данный факт. То есть, либо в процессе съемки телефонной связи, либо в основном телефонной связи, потому что мы всегда с телефонами ходим, зафиксировать факт нарушения. То есть, либо где-то целостность упаковки нарушена, либо качество товара, видны следы какие-то повреждения. Срок годности или срок реализации. Соответственно, приобрести этот товар и сфотографировать чек, на котором указана цена, наименование магазина, время покупки, привязанность товара к магазину доказать. И потом обратиться с данным, с заявлением в Роспотребнадзор, либо по телефону народного контроля 23105, где мы впоследствии выйдем и точно так же составим протокол, в первую очередь, и направим материалы в Роспотребнадзор, либо другие надзорные органы. Спасибо, я думаю, предупредили. Ну, давайте перейдем немножко к другой теме. Новогодние каникулы, время отдыха. Сейчас очень много снегоходной техники, различной вездеходной. И люди выезжают за пределы города. Все-таки у нас зима, север. На что стоит обратить внимание? Вас, как заместительного начальника, вам, наверное, вопрос управления. Да, конечно. Ну, если мы говорим о каких-то туристических маршрутах, либо выездах-то куда-то в дальних направлениях, то, конечно, перед планированием поездки нужно обязательно сообщить в управлении по делам ГОИЧС о намерении совершить данную поездку, в каком направлении, количество человек. Предупредить, естественно, не только нас нужно, но и родственников, да, что когда они уедут, когда они приедут, чтобы не было никаких недопониманий и все были в курсе того, что куда двигаются они. Чтобы мы их могли оперативно разыскать либо связаться, да. Опять же, при планировании поездки нужно взять с собой предметы первой необходимости. То есть, если двигаются люди на буране, то, естественно, они должны быть соответствующие одеты, да. Теплая одежда должна быть, какая-то защитная амуниция, то есть это шлем, очки. С собой нужно брать предметы первой необходимости, такие как запас, небольшой запас пищи, да, если это временная какая-то поездка. Обязательно топор, лопата, там, спички, там, кто-то может быть, газ для обогрева. То есть, чтобы предупредить какие-то ситуации, которые, ну, и не ходят, так скажем, в план, да, этой поездки. Не дай бог, техника всегда имеет свойство ломаться. Если сломались, буквально можно всегда, да, если это в зоне действия сети связи, набирать номер 112 и выходить на связь с нашим едино-диспетчерской службой. Либо, если это невозможно, то этот период, имея соответствующий запас, да, с собой, можно береждать. Тот же костер развести, что-то покушать, дождаться помощи, да. То есть, если в назначенное время не прибывает группа, да, либо там кто-то уехал куда-то отдельно. Одним вообще не советую никуда ездить, то есть одному человеку, потому что, не дай бог, что случается, он не может ни у кого-то попросить помощи и сам выбраться из ситуации. Он тоже, ну, так скажем, если это человек неопытный, ему будет трудно это сделать. Можно сказать, были ли многие случаи, когда и к опытным не успевало помощь? Да, были, да, случаи. Были случаи, вот, по зимнику отправляются у нас многие на новогодние каникулы, там, допустим, ну, куда-то в Тюмень, то, куда едет, да, по зимникам. Бывали случаи, что машины попадали в снежные заносы, либо просто ломались, а люди несоответствующие одеты, не имеют элементарных вещей, то есть ни запаса топлива, ничего. Поэтому часто это приводит к довольно серьезным последствиям и к обморожениям, и переохлаждениям, и так далее. Все мы знаем, что сейчас у мороза, вот, прогноз у нас на декабрь-январь усиление, ну, вторая декабрь-январь, усиление морозов, поэтому тоже на это стоит обратить внимание не только путешествующим, так скажем, да, там, по определенным маршрутам, либо куда-то за пределами Малинейского округа, ну, и людям, непосредственно, городским жителям, которые отправляют детей на прогулки, которые сами гуляют, да, там, сейчас будут новогодние праздники, все будут ходить, под воздействием выпитого спиртного, так скажем, да, чувства наши, ну, чувства человеческие притупляются, поэтому, конечно же, мы не ощущаем уже тот мороз, тот холод, да, который на самом деле, да, поэтому это может привести, я говорю еще раз, к таким последствиям, это обморожение и переохлаждение. В первую очередь, конечно, это конечности у нас страдают, да, то есть мы их не чувствуем и так далее. Что может вообще привести, если это затянуть с этим, вовремя не согреться где-то, что может привести вообще к отмиральной ткани? Ну, чтобы не довести до такого, что касается зимников, да, несколько правил, может быть, таких основных не стоит объезжать шлагбаум, да, обязательно нужно регистрироваться. Обязательно нужно регистрироваться, предупреждать, что ты едешь в таком-то направлении, допустим, там вот если едут в направлении мужей, да, что вот они восток это пересекли, планируют там быть в тот-то момент. Ну и последний вопрос сегодняшнего прямого эфира. Я знаю, что накануне проводилась проверка, да, всех учреждений с массовым пребыванием людей. Насколько безопасно можно отдыхать в наших городских учреждениях? Прошли ли все проверку? Нет, на данный момент еще проверки... Еще проводятся. Да, еще проводятся, как бы, потому что учреждений достаточно много. Объекты с массовым пребыванием, это не только, как бы, наши культурные какие-то учреждения, это гнимо относится там, где будут отдыхать дети, школьники, то есть это детские сады, школы, то есть все те места, где, как бы, будет большое скопление людей. То есть данные проверки должны закончиться до 16-го числа всего месяца, поэтому на данный период еще проверки проводятся, как бы, чтобы это все было правильно, то есть, соответственно, они проводятся тщательно, обращаются на внимание на все аспекты, соответствующие нашим, как бы, требованиям. Ну и, соответственно, по окончанию проверки будет, как бы, сделано, то есть имеются ли на объект нарушения, либо нет. Если имеются, будут соответствующие нарушения на объектах, то есть будут приняты меры административного воздействия, то есть, соответственно, как бы, об этом будет дана соответствующая информация и соответствующие органы. То есть, как бы, на данный период времени, как бы, руководители таких объектов, соответственно, как бы, относятся к этому с пониманием. То есть, где-то, если какие-то есть небольшие недочеты, то есть устраняются они на месте, как бы, и пока, как бы, таких больших вопросов нету, что вот нельзя сказать, что они не готовы. Значит, мы можем быть спокойны. Ну что ж, в завершение программы хотелось бы, чтобы вы, как эксперты каждого в своей сфере, буквально несколько каких-то слов, пожеланий, чтобы праздники веселья не превратились в что-то нехорошее. Ну да, хотелось бы пожелать, чтобы у нас Новый год прошел спокойно и чтобы в дальнейшем у нас все было спокойно. Хотелось бы обратиться к жителям города о том, что нужно хотя бы изредка взять там те же самые правила пожарной безопасности. Я понимаю, что, как бы, многие заняты, многие работают. Хотя бы просто посмотреть, там, стоит этого делать или нет. То же самое, тем же самым, как бы, обучить своих детей, потому что практически у каждой второй семьи есть дети, как бы, маленькие, взрослые, чтобы они не делали того, чего нельзя. Ну, в преддвериях Нового года, а там же в новогодние праздники, ну, как бы, ограничить, там, использование пиротехнических изделий, то есть, как бы, в ветреную погоду в несоответствующих местах. Ну и, соответственно, как бы, чтобы у всех было все хорошо в Новом году. Отлично. Евгений Владимирович. Ну, я тоже хочу сказать, что, в первую очередь, все-таки люди должны сами ответственно подходить к празднованию Нового года и рождественских праздников, то есть, соблюдать элементарные правила безопасности, будь то какие-то поездки, там, туристические, либо это прогулки, там, либо использование пиротехнических изделий. Еще раз хочу сказать, что у нас на сайте вся эта информация есть, на сайте администрации во вкладке «Гражданская оборона», там есть все памятки, в том числе, там, при прогулках, при путешествиях на Буране, там, и так далее. Вот. Поэтому вся информация есть, я думаю, она вся изложена в такой доступной форме, вкратце, то есть, довольно неопытному человеку стоит почитать и иметь это в виду, конечно, при проведении каких-то мероприятий. Ну и хочу пожелать всем хороших новогодних праздников рождественских и всего самого лучшего в Новом году. Спасибо. Тамара Александровна. Хочется поздравить наших лабытнанцев с наступающим Новым годом, пожелать им хороших выходных дней, и хочется напомнить, чтобы каждый из нас осознавал, что проще всегда предупредить какую-то ситуацию, чем потом искать пути по его решению. Будьте внимательны и делительны даже в праздничные дни. Ну вот, подводя итог сказанным гостям, безопасность, в первую очередь, в наших руках. Ну что ж, уважаемые телезрители, время нашей программы подошло к завершению. Я благодарю за внимание. До новых встреч на канале Лабытнанского телевидения. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова